Зрители просят нас прокомментировать историю, как митрополит был святыми дарами облит. Мы долго искали видео с этим событием, но ничего не нашли. Вот когда по троях Кирилл грохнулся в храме, то это сразу по всему интернету разлетелось. А если видеозапись не велась, следовательно, мы достоверно никогда не узнаем, что и как было на самом деле. Очевидцы говорят, что митрополита толкнул другой архиерей, которому во время богослужения вдруг поплохело. И он упал. А ведь он мог специально упасть, чтобы толкнуть митрополита и тем самым сделать ему западло. Надо пояснить, что разлить евхаристическую чашу – это считается серьезное должностное преступление для священнослужителя. Примерно как для военного потерять знамя воинской части. То есть за разлитую чашу виновные могут вылететь из священного сана, из хороших сладких церковных должностей, быстрее собственного возгласа. Так что такой способ внутрицерковных разборок вполне возможен. А ведь тот, кто якобы толкнул митрополита, мог перепугаться и упасть в обморок уже после того, как увидел, что чаша разлита. И это его характеризует уже не как подлеца, а как очень экзальтированного человека. А мог быть вообще виноват скользкий пол, как в падении патриарха Кирилла. И то, что я сегодня упал, ничего не значит. Да, просто пол прекрасный. В него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, то работают законы физики. Скользкий пол должен быть извержен из храма и отправлен на свалку. И мне пофиг, и всем пофиг. А так как правду не узнать, то сразу начнутся многочисленные частные расследования и группировки сторонников той или иной гипотезы. И они обязательно переругаются между собой, особенно с учетом того, что к теме уже подтянули политику. Именно поэтому так важны системы видеонаблюдения. Причем везде, и чем больше, тем лучше. И особенно в церквях, и особенно в алтарях. Точно. Ну и в интернете сразу появилось множество диванных толкователей, божественных знамений. Первое направление толкований. Это то, что митрополит Ануфрий согрешил перед Богом. И то, что он разлил евхаристические дары. Это знамение свыше. Что ему надо уйти в отставку. Примечательно, что грехами митрополита Ануфрия считают только его политическую позицию в конфликте России и Украины и в теме независимости РПЦ, ПЦУ, УПЦ друг от друга. И каждый толкователь излагает свою субъективную точку зрения, как митрополит должен был бы поступить по его мнению в той или иной ситуации. Второе направление толкований это то, что митрополит скоро станет мучеником за веру. Основывается на нарративных источниках, в которых какой-то церковный служитель был сначала облит евхаристическими дарами, а потом обит. Но лично мы не толкуем знамения, а мы прогнозируем развитие событий на основании понимания общественно-политических процессов. И наш прогноз тот же, что и в ситуации с падением патриарха Кирилла Гундяева. Это деградация, распад, потеря общественного и политического влияния русской православной церкви и всех отделяющихся и отделившихся от нее кусков. Не беда, половина крейсера еще осталась. Как минимум, сам факт, что чаша была разлита, говорит о плохой организации богослужения. Если даже с чашей справиться не смогли, то как они с общественно-политическими делами справляются? Есть мнение, что так же, как с чашей. Хотя там еще гораздо все сложнее. Вот облился митрополит евхаристическими дарами, и инцидент на этом не исчерпан. Возникли и продолжаются споры, должен ли после этого митрополит Ануфрий уйти в отставку или нет. И на этой почве идет обмен оскорблениями и компроматами внутри церкви. И это портит не только престиж церкви, но и дает повод к обострению внутрииерархической борьбы. Представьте себе, что начнется, если церковные иерархи начнут массово друг друга обливать евхаристическими дарами. Я прошу прощения, господа, господа, я прошу прощения. Ой, ну что вы делаете, ну что же вы делаете, ну что же, ну что же вы делаете. Чтобы подвести своего оппонента, конкурента или начальника под каноническое наказание. А наказание там такое, что позволяет от неугодного человека избавиться. Нет, не убить, а из системы выкинуть. И этого достаточно. Напомню, что и РПЦ, и ПЦУ, и УПЦ это изначально одна огромная межгосударственная религиозная организация. С одними и теми же проблемами, которые сейчас распадаются и теряют свое общественно-политическое влияние. То, что падают церковные иерархи и разливаются евхаристические дары, это говорит о том, что конкретные люди плохо справляются со своей работой. А может быть еще и активно друг другу мешают работать в конкурентной борьбе, а? Увы. Следовательно, впереди эту религиозную организацию ждут самые разные проблемы и неудачи, какие только может устроить человеческий фактор. Ну, а что этот человеческий фактор натворяет конкретно, это пусть каждый решает в меру своих фантазий. А реальность иногда превосходит любые фантазии. Ну, а мы продолжаем следить за интересами, событиями в церковной жизни. Пишите в комментариях, чтобы нам такого еще рассмотреть. То, о чем стесняются и боятся говорить церковные иерархи, но могут рассказать независимые православные блогеры.